Делаем управление на предыдущую схему. В первую очередь проверяем систему на тревоге. Берем готовый вопрос и меняем параметры. Спрашиваем информацию с датчиков, которые на аккумуляторах, температура, ток, напряжение. Если эти датчики сработали, значит что-то сломалось и надо выключать. Задаем вопрос, датчики сработали или нет. И если да, тогда выключаем контакторы, которые отвечают за электропогрев паков. После этого берем следующий датчик. Считываем информацию с датчика давления и задаем вопрос, он сработал или нет. Если датчик давления сработало над тревогой, это значит давление слишком высокое или слишком низкое и мы должны что-то сделать. Выключаем электрообогрев и насос. задаем вопрос, датчик давление отопления сработало или нет. Если да, выключаем циркуляцию. задаем вопрос, датчик давления на солнечных панелях сработал или нет. Если сработал, надо циркуляцию выключить. задаем вопрос, датчик давление отопления сработало или нет. Если сработал, выключаем насос. задаем вопрос, датчик фильтра сработал или нет. Если они сработали, значит фильтры засорились и систему вентиляции надо выключить. поскольку места не хватало, делаем продолжение номер один. теперь задаем вопрос, предохранитель на контакт река 1 сработал или нет. Если сработал, значит надо выключить отопление. точно такие же шаги делаем про контактор 2 и 3. теперь задаем вопрос, предохранитель на насосе P1 сработал или нет. Если сработал, выключаем насос P1. по такой же системе проверяем все остальные насосы и вентиляторы. сработали. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Теперь в принципе у нас сделана проверка системы и можно начинать работать Для работы мы ставим еще один дополнительный датчик освещения или света Если на улице солнце светит, тогда можно включать электроопогрев Если нет, его не надо включать Также этот датчик добавляем к системе соединения И в пояснение ставим, что за датчик Считываем информацию с датчика света Задаем вопрос, датчик сработал или нет На улице есть свет или его нет Если на улице светит есть, тогда считываем информацию с датчиком температуры Вне зависимости от этого включаем погрев Задаем вопрос, температура в баке меньше чем 55 градусов или нет Если температура меньше чем 55 градусов, включаем электроопогрев Если температура не 55 градусов, это значит выше Электроопогрев надо выключить Продолжение следует... Если на улице солнце не светит, задаем также вопрос Про температурный датчик номер 2 Задаем вопрос, температура меньше или больше Если температура меньше, включаем насос P2 Это значит тепло, берем из аккумуляционного плака Если солнце светит и отопление не нуждается в температуре, посылаем тепло на обогрев горячей воды Субтитры добавил DimaTorzok Ради безопасности дублируем, чтобы мог бы работать только один обогрев Мы хотели сделать такую систему, чтобы солнцем обогревать отопление Если отопление не нуждается в тепле, отправляем электричество в обогрев теплой воды Если теплая вода не нуждается в отоплении, отпускаем электричество в аккумулятивный бак Занагреваем воду на вечер Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Теперь берем температурный датчик в теплообменнике Смотрим, какая там температура Вне зависимости от этого, включаем циркуляцию солнечных батареек Продолжение следует... Считываем информацию с датчика давления с горячей воды В зависимости от давления, включаем насос Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok